Здравствуйте, в эфире ежедневная программа 13 регионов в студии Шакируемаров. Сегодня мы расскажем о том, что произошло в Шенкенте области. За последнее время наша съемочная группа зафиксировала несколько происшествий, но обо всем по порядку. В Шенкенте 17-летний юноша упал с четвертого этажа многоэтажного здания. Парень скончался на месте. Жуткий инцидент произошел на территории одной из новостроек в районе улицы Рыскулова. По предварительным данным, погибший работал строителем и в этот день занимался облицовочными работами на четвертом этаже. В какой-то момент он не удержался на строительных лесах и свалился с высоты примерно 15 метров. Я убирал инструменты, а он из окна попросил у меня сигарету. Я ему дал и продолжил уборку, после чего услышал крик. Выглянув из окна, я увидел, что он уже лежит на земле. Когда мы спустились и положили его немного в сторону, он еще был жив. Он дышал вплоть до того момента, когда приехала скорая. Жителя Казларды ограбили в бане Южно-Казахстанской области. Преступление произошло в ноябре прошлого года в поселке Бартелек Сарагашского района. В местное родо поступило сообщение о том, что в больницу доставили мужчину с телешними повреждениями. Как выяснилось позже, 50-летний житель Казларды получил физическое увечие после того, как повздорила сотрудница одной из местных бань. На помощь к женщине пришли трое ее сыновей, которые избили клиента и забрали деньги в размере 170 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые и местные жители 1980, 1982 и 1992 годов рождения. В настоящее время материалы досудебного расследования по факту грабежа направлены в суд. В серию «Краш» раскрыли в Шемкенте в Абайское отдел полиции обратились несколько жителей города. Они сообщили о пропаже автомобильных аккумуляторов. Так, один из потерпевших рассказал, что в декабре прошлого года кто-то вскрыл его грузовик и снял два аккумулятора стоимостью в 50 тысяч тенге. Спустя некоторое время стражи порядка вышли на след и задержали подозреваемых. Ими оказались четверо жителей города 1993 и 1994 годов рождения. По версии следствия, молодые люди причастны к пяти фактам аналогичных краж. По данным фактам проводится досудебное расследование. Не исключено, что задержанные могут быть причастны к другим преступлениям. Чтобы не стать жертвой преступления, полицейские рекомендуют автолюбителям быть внимательными и соблюдать некоторые меры предосторожности. Не стоит оставлять свои автомашины открытыми с деньгами и ценными вещами в столоне. Необходимо установить на автомобиль сигнализацию и парковать машины на охраняемые стоянки. Такая была хроника криминальных событий за минувшие сутки. Напомню, что если вы стали очевидцами пожара, преступления, звоните к нам по телефону 56 16 32. Если вы зафиксировали какое-либо происшествие на камеру мобильного телефона, отправляйте материал на WhatsApp 13 региона. Номер видите на экране. Наша съемочная группа находится на дежурстве круглые сутки. С вами был Шакир Умаров. Будьте бдительны и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok